Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. «Красная дорожка», более 40 фильмов и известные артисты. В Барнауле стартовали шукшинские дни на Алтае. Выше на 5 градусов. Июль в Алтайском крае выдался жарче среднем многолетних значений. Сельхозпроизводители переживают за урожай. Многих интересовало, что это за ниши такие, похожие на яйца. Тайны изумрудного. Барнаульцы разобрались, для чего нужны выемки в заборе парка. Начнем с главной новости этого дня. Сегодня начались шукшинские дни на Алтае. Борис Галкин, Игорь Петренко, Кристина Бродская и другие деятели культуры сегодня приехали к старту мероприятия в Краевую столицу. Открытие Всероссийского фестиваля прошло на традиционном месте возле памятника Василию Макаровичу Шукшину. Как встретили гостей и какие события ждут нас в ближайшую культурную неделю, расскажет Юлия Ощебина. Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае. Традиционно сотни людей собрались, чтобы вспомнить и почтить память земляка Василия Макаровича. Столько народу, сегодня такой день. Это любимый наш писатель, киносценарист. Все любим. И печки, лавочки, топчики. А Калина Красная – это вообще уже фильм сколько, и мы всегда с удовольствием. Это для меня человек неповторимый. Таких больше нет на свете, как Василий Шукшин. Вот сейчас, сегодня мне надо быть на УЗИ. Мне сказали, сегодня шукшинские чтения. Я все бросила, никакого УЗИ, ничего, все. Почетных гостей, артистов театра и кино, деятелей культуры встретили хлебом с солью. Игорь Петренко, Кристина Бродская, младшая дочь Василия Шукшина и Катерина, а заслуженный артист России Борис Галкин мыслями перенесся в далекий 1969 год на съемке картины «Эхо далеких снегов». Мы стоим с Василием Макарычем вместе, у нас там была сцена, и Василий Макарыч как-то так мягко, задумчиво что-то такое произносит. Я говорю, Василий Макарыч, я говорю, ну здесь надо порезче как-то вообще. Он так посмотрел на меня, говорит, Борик, не гони лошадей. Ты на Алтае был? Я говорю, нет. Ну вот будешь на Алтае, побываешь на Алтае, будешь делать замечания. Василий Макарыч, дорогой мой, я на Алтае. Василий Макарыч, у меня нет замечаний. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Это показ более 40 фильмов, более 60 мероприятий, которые пройдут на площадках 12 муниципальных образований, литературные встречи, музейные выставки и встречи с артистами. Главное событие первого дня – красная дорожка с гостями кинофестиваля. Шукшин для нас – это, конечно, родина, душа и правда. И пусть дни фестиваля для нас дополнятся этими словами и той атмосферой, которую мы так любим и которую так стараемся сохранять на протяжении всех 47 лет, которые мы проводим в шукшинские дни на Алтае. Добавим, фестиваль продлится всю неделю и завершится в субботу в сростках на Малой Родине Василия Шукшина. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другим темам. Начало июля на Алтае выдалось жарче среднемноголетних значений почти на 5 градусов. Такое заключение выдал Гидромедцентр России. По данным ведомства, больше всего почвенная засуха традиционно затронула западные степные районы края. Проблему дефицита влаги в полях поднимали еще в середине июня. Тогда в некоторых муниципалитетах дождя не было с весны больше 40 дней. Спустя почти месяц ситуация глобально не изменилась. На большей части края преобладает теплая и жаркая погода, в связи с чем сельхозпроизводители вновь переживают за урожай. В российском Гидромедцентре уточняет, что запас влаги в пахотном слое почвы в юго-западной части Сибири в июле не превышал 20 и даже 10 миллиметров. Это считается пониженным и низким показателем. Кроме Алтайского края, почвенная засуха затронула Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую области, Тыву и Хакасию. Ну а к погоде мы еще вернемся в конце выпуска и узнаем о прогнозах синоптиков. В какой день наступит пик аномальной жары, которая накрыла Алтайский край. А сейчас к другим темам. Противошоковая палата для детей появится в Алтайском крае. В ней будут оказывать экстренную помощь самым тяжелым юным пациентам. Предусмотрена такая помощь в хирургическом корпусе Краевого Центра охраны материнства и детства. Вот уже год, как его возводят в Барнауле. Продолжит тему моя коллега Елена Макаренко. Каркас будущего корпуса высотой сегодня всего в четыре этажа. Но уже понятно, здание будет огромным. Пока на одной площадке идут работы по устройству арматуры для следующего этажа, рядом техника расчищает территорию для возведения второго блока здания. Общая площадь обоих – 19 500 квадратных метров. Шесть отделений, включая онкологию, урологию, хирургию. 15 операционных. И реанимация на 15 коек расположится в новом корпусе. А на первом этаже, кроме приемного покоя, разместится травмпункт. Он будет принимать всех травмированных детей Барнаула, независимо от места прописки. В целом хирургический корпус Центра охраны материнства и детства рассчитан на 650 коек. Для лечения юных пациентов со всех уголков края. На экстренные случаи предусмотрена противошоковая палата. Первая для детей в регионе. Противошоковая палата – это отдельная реанимация на первом этаже для принятия экстренных пациентов непосредственно после, например, авсодорожной травмы. На данный момент мы ребятишек поднимаем непосредственно к нам на шестой этаж, если произошел критический какой-то случай. Медики заверяют, проблем с оснащением корпуса нет. Все необходимое диагностическое и функциональное оборудование закупают. Правда, не просто стоит вопрос с кадрами, но и его постепенно решают. Специалисты убеждены, с открытием этого подразделения повысится не только объемы оказания медицинской помощи, но и качество пребывания и лечения детей в условиях стационара. Но случится это не раньше августа 2025 года. Подрядчик говорит, объект сложный, да и ограничения серьезные, из-за того, что работают на территории действующего медучреждения. Ограничены пути подъезда, то есть с логистикой проблематичной здесь очень получается. Много было работы проведено подготовительно, то есть в плане вынос сетей инженерных. Если бы, конечно, была возможность, можно было бы ускориться и работать, получается, в две смены. Но в связи с тем, что получается учреждение действующее, то есть мамы с детьми с маленькими сижатами, к сожалению, этого нельзя сделать. Добавим, общее стоимость строительства – около 3 миллиардов рублей. Объект возводится по региональной и федеральной программам развития здравоохранения. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Больше полутора сотен людей нашли приют в социальных гостиницах края с начала года. Особой востребованностью в этом смысле пользуются краевые кризисные центры. Так, в женские нередко обращаются те, кто ушел из дома из-за домашнего насилия, либо же их выгнали родные. Так называемые социальные гостиницы есть в пяти городах края. В Барнауле 27 мест создано на базе комплексного центра социального обслуживания населения и женского кризисного центра. В последний каждый год обращается немало горожанок. Обратившимся временно предоставляют кровь и помогают пройти индивидуальную реабилитацию, чтобы по возможности окончательно выйти из сложной жизненной ситуации. К примеру, помириться с родственниками, купить или арендовать жилье, устроить детей в детский сад. Если и вы находитесь в крайне тяжелом положении, обратитесь в кризисный центр для женщин по номерам телефонов, которые сейчас указаны на экране. 2023 год стал годом обновления мостовых переправ для Алтайского края. Ремонт важных объектов инфраструктуры ведут сразу в трех крупных городах. Путепровод на новом рынке в Барнауле, коммунальный мост в Бийске и путепровод через железнодорожные пути в Заринске. Все объекты стратегически важны. Так, Заринская переправа соединяет две части города и активно используется жителями даже во время масштабного ремонта. Как он функционирует и когда планируется его открытие, узнавала Анастасия Дороган. Стратегически важный объект Заринска – путепровод через железнодорожные пути. Этой дорогой пользуются школьники, рабочие, пенсионеры, но пока в основном дорожники. Переправу открывают для пешеходов на несколько часов в день, чтобы не срывать работу социальных объектов и предприятий в другой части города. А затем закрывают, чтобы скорее закончить глобальную реконструкцию. Ход работ проверил губернатор Виктор Томенко. Капитальный ремонт путепровода. Мы меняем покрытие проезжей части, меняем конструктивные слои наверхопролетного строения, тротуарные блоки и производим мелкий ремонт балок и опорных частей. И это только часть работ. Коммуникации, прежде сопряженные с мостом, выносят на отдельную эстакаду – четыре нити теплотрассы и водопровода. Затем останется протянуть на переправу освещения. На проект направили 67 миллионов рублей. И, по словам губернатора, привлекли средства инфраструктурного кредита. Ремонт путепровода начался в ноябре 2022-го, а в ноябре 2023-го обновленный мост должны открыть. Тогда же должны сдать и путепровод на новом рынке в Барнауле. Осень – срок сдачи коммунального моста в Бийске. Так что к концу года жители крупных городов края забудут о пробках. За счет этого у нас этот год получился вообще годом мостовых переходов каких-то. И Барнаул – огромные объекты, и Бийский мост коммунальный и здесь. В Заринске Виктор Томенко посетил и еще одну масштабную стройку – парк Прометей. Его площадь 5 гектаров, центральный объект – фонтан диаметром 17 метров, напоминающий коксующийся уголь. Он будет вечером как арт-объект цветиться, а днем это будет струйный фонтан, довольно-таки интересный. Также в парке предусмотрены детские спортивные площадки, сцена, зеленение, дорожки для различной активности. Кстати, парк построят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Завершить строительство должны в октябре этого года. Анастасия Дороган, День с толком. И к следующей теме. В Родинском районе теперь производят солод европейского уровня. Это новое направление для сельскохозяйственного предприятия «Центральное». Но компания уже добилась успеха – продает свой солод в Алтайском крае и в Кемеровской области. Активно развивающуюся компанию посетил губернатор Виктор Томенко. Ему показали весь цикл производства – от выращивания ячменя до сушки и упаковки солода. Главный технолог производства высоко оценивает качество их культуры. По отзывам покупателей, солод из Родинского района не уступает импортному. Есть предложения, конечно, и задумки по производству карамельного солода. Так как он у нас мало производится в России, в основном из-за рубежа его завозят для темных сортов пива. По словам производителей, конкуренция на рынке карамельного солода низкая. А значит, у Родинской компании есть все шансы занятий этот рынок. Виктор Томенко высоко оценил вклад предприятия в развитие региона. Центральному удалось заменить солод из Баварии и занять свою нишу в импортозамещении. Добавим, что в целом сельхозпредприятие занимается производством культур 18 лет. За это время они вышли в тройку лидеров по выращиванию ячменя, пшеницы, чечевицы, рапса. Ежегодно объем выпускаемого солода достигает полутора тысяч тонн. В Алтайском крае в ближайшее время может решиться проблема с разведением определенных рыб. Сейчас экспериментальную площадку по выращиванию осетровых видов вовсю тестируют на предприятии в Павловском районе. Чем еще примечательно это место, смотрите в нашем сюжете. Осетровые рыбы в Алтайском крае плавают не только в Аби. Этот вид также любят разводить бизнесмены региона. Однако предприятие в поселке Прудском Павловского района особенное. Это единственное в крае место, где выращивают даже стерлить, краснокнижную рыбу. Поэтому это хорошая возможность поэкспериментировать с мальками некоторых видов, которых сейчас не хватает. Приходится закупать в других регионах. В Томске, в Кемерово, в Новосибирске. Поэтому мы хотим совместно с данным предприятием решить проблему, или частично решить ее, по получению ревопосадочного материала именно Алтайского. Для этого с нуля создали два цеха. Первый для мальков. Их здесь выращивают буквально с икринок. Второй с бассейнами уже для больших особей. Есть даже специально карантинное место, если рыбе стало плохо. Покупка всего этого оборудования стала возможна благодаря региональной помощи. Да, в прошлом году, когда мы построили этот цех, мы получили субсидии из бюджета через Минприроды. То есть 50% от стоимости закупленного оборудования. Также мы получаем субсидии на закупку рыбопосадочного материала и на закупку кормов. Пока желающих заниматься, стерляди в крае нет. Эту нужно дорогое оборудование и знания, которые получают зачастую методом проб и ошибок. Но возможно, когда рыба станет более доступной, все изменится. Стерлядь сейчас разводят не только в Алтайском крае, но и по всей России. Этот вид популяризируют. И вскоре он может даже выйти из Красной книги. Именно об этом и рассуждают эксперты. Сейчас стерлядь нуждается в дальнейшем изучении, потому что в России не хватает знаний об этом виде. Однако, пока эта рыба признана вымирающим видом, об этом можно забыть. Данил Кузнецов, День с толком. В Алтайском государственном университете увеличилось число бюджетных мест на IT-специальности. Почти 700 абитуриентов смогут учиться примерно на 30 цифровых направлениях. Насколько специалисты этой сферы востребованы и чем отличаются профили подготовки в классическом вузе региона, узнайте в нашем сюжете. Выпускные закончились, пора бы задуматься о поступлении. Одна из самых популярных сфер последнего десятилетия – IT. Сейчас молодых специалистов по всей России интересуют перспективные и высокооплачиваемые специальности. Количество бюджетных мест значительно прибавилось на эти направления. Особенно в АГУ. Цифровых направлений подготовки бакалавриата и магистратуры в университете – порядка 30. Большая часть разработана вузом в рамках программ «Цифровая экономика РФ» и программы «Приоритет 2030» в сотрудничестве с IT-компаниями и ведущими вузами России. Почему программирование так покорило твое сердце, что ты решил поступать? Так скажем, перспективы на будущее. То есть относительно большая зарплата идет у программистов на сегодняшний день. И многие льготы от государства. В АГУ профессионалов в сфере IT готовят сразу в нескольких институтах. Один из них – Институт цифровых технологий, электроники и физики, специализирующийся на естественно-научном профиле и информационно-коммуникационных технологиях. В этом году более 220 бюджетных мест институт предоставляет для поступления. Студентов учат здесь работать с оборудованием, языками программирования, а также информационной безопасности. Мы видим, как востребовано это направление. Мы видим, как востребовано еще не просто бакалавриат, магистратура, а еще востребовано дополнительное профессиональное образование, которое мы тоже реализуем в институте. Это ДПО, это переподготовка для тех, у кого нет базового образования в области информационной безопасности. Еще один из востребованных институтов ВАГУ – Институт математики и информационных технологий. Здесь студентов учат разрабатывать новые методы и алгоритмы для инновационных программных продуктов. В этом году бюджетных мест в институте более 300. Это примерно в два раза больше, чем три года назад. Мы работаем с индустриальными партнерами в регионе Евросийской Федерации, которые обучают наших студентов и, в частности, трудоустраивают к себе, в IT-компании. Мир стремительно изменяется, и гражданам требуется образование в сфере IT для работы с новыми, с большими данными, с искусственным интеллектом. Кроме того, у каждого студента АГУ есть уникальная возможность усилить свои цифровые навыки. Здесь создана система дополнительного IT-образования для обучающихся любых направлений под названием Digital App. Только в 2022 году тысяча студентов ВУЗа бесплатно получили дополнительную IT-квалификацию. У абитуриентов цифровые специальности АГУ пользуются спросом. Достаточно большое количество заявлений, на данный момент более 1200. Всего в АГУ почти 3000 бюджетных мест. Но с заявлениями стоит поторопиться. Прием документов для бакалавриата и специалитета заканчивается 25 июля, в магистратуру 16 августа. Подать все бумаги можно очно, по почте, через госуслуги или личный кабинет абитуриента АГУ. Барнаульцы разобрались, как же сидеть на новых занимательных лавочках, которые установили в изумрудном парке. Этот вопрос взволновал многих горожан. После того, как в парке начали монтировать дополнительный вход, люди активно спрашивали в соцсетях о том, что же это за дизайн такой и как пользоваться выемками в новом заборе. Барнаул, парк изумрудный, реконструкция. Многих интересовало, что это за ниши такие, похожие на яйца. Как тут, если это скамейки, сидеть-то? А вот оказывается как. Все нормально, усидим. Сначала в заборе появились вот такие своеобразные выемки. И любознательные, к тому же не особо терпеливые горожане были весьма озадачены к дизайнам и применениям. Но после того, как в металлических выемках появился деревянный настил, вопрос у людей отпал. И многим новые лавочки пришлись по душе. Когда я первый раз сюда приехала, не сегодня, а увидела эти выемки, подумала, что это очень интересно. Ну, в плане дизайна интересное решение. И в плане комфорта, удобства. Ну, бабуля идет просто присела, мама с ребенком идет присела. В гидромедцентре сообщили, что завтрашний день станет пиком аномальной жары, которая накрыла Алтайский край. До конца недели в регионе сохранится высокая пожароопасность, местами возможны штормы. В Барнауле уже объявили штормовое предупреждение. Подробный прогноз погоды уже через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эволар». На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. До встречи в эфире. Продолжение следует...